Приветствую всех на моем канале. Завтра, 11 октября, в 21 час 45 минут по московскому времени в Мариборе, Словения, состоится отборочный матч восьмого тура на чемпионат мира по футболу 2022 между командами России и Словении. Прямой эфир матча покажет телеканал Россия 1. Основные решающие отборочные матчи на чемпионат мира пройдут в ноябре. Понятно, что хозяева будут бороться за победу любой ценой, ведь им нужно как-то добрать очень нужные три очка, а для россиян этот поединок тоже не безразличен, а очень даже важный для прохождения дальше. Давайте посмотрим на состав команд этого матча. Команда Словении сыграет по схеме 4-2-3-1, Облак, Болковец, Мевля, Биел, Корничник, Куртич, Гнезда, Вербич, Ловрич, Ильичич, Шпарар. Россия по схеме 4-3-3, Сафонов, Терехов, Джеки, Дивеев. Сутармин, Ерохин, Баринов. Кузяев, Захарян, Смолов, Бакаев. Не сыграют из-за травм Глушаков, Самошников, Головин, Ионов, Маккеев, Караваев, Черышев и Забнин. Главным арбитром на матч назначен португалец Артур Мануаль Сарайс-Диас. Россияне в первом круге выиграли у команды Словении со счетом 2-1 с помощью ударного нападающего Артема Дзюбы. Сейчас Дзюбы в составе команды нет. Да и не только Дзюбы, а и других профессиональных игроков. Кстати, россияне, играя в Словении, еще ни разу не выигрывали. Если Словения завтра проиграет, то могут спокойно забыть о выходе на чемпионат мира. Они до этого проиграли Хорватам, Россиянам и Кипру. В сентябре им удалось вырвать победу у Мальты 1-0. А предыдущая встреча в октябре с той же Мальтой завершилась победой 4-0. И в этой игре Словения показала очень хорошую игру. Команда России, хоть и со слабой обороной, не пропустила ни одного мяча. Вспомните, с хорватами сыграли в ничью, а потом все три победы над Кипром, Мальтой и Словакией. Словения находится в группе на третьей позиции с 10 очками после хорватов и россиян с 16. Поэтому, чтобы прорваться вперед, им нужно забить три мяча. Удастся ли это им? Думаю, что это будет очень сложно сделать. Ведь и россияне не будут уступать. Букмекеры и эксперты тоже во многом сомневаются. С очень большой натяжкой фаворитом считают команду Словении. Но и Россия тоже не даст много забить. А то и победит Словению. Шансов все-таки больше у России, нежели у команды Словении. Вы только представьте, сколько нужно закатать мячей в предстоящем матче в ворота россиян. По-моему, это нереально. Невелики шансы у сборной Словении, очень невелики. Ну завтра посмотрим. Пожелаем нашим футболистам удачи и победы. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего хорошего. До встречи на канале все и вся.